В общем, короче, на новой тачке все порезали, изрезали. А, о, кстати, вот это надо детально показать, что значит оклейка подешевле. Это значит тупой. Нож или тупой человек? Слушай, нет, а ты... Так, еще немного начнем рассказывать про вот этих вот эксклюзивных зверей. Астон Мартин One Q77. Короче, пафос запредельный в названии абсолютно. Тачка чудовищно сложная в обслуживании. Инженеры, которые ее проектировали, явно ненавидят механиков и хотят, чтобы те ломали руки и имели по 6 шарниров в каждом локтевом суставе. У нас здесь сходят сумодворники и есть проблемы со сцеплением. Сцепление уже дефектовали, заказали новые запчасти и разбираемся с электроникой по дворникам. Чтобы починить трапецию, здесь надо снять что? Жень, крылья, капот. Короче, чтобы вот добраться до просто привода дворников, пришлось взорвать просто всю морду. И Женя у нас сейчас продолжает дефрагментацию этой машины просто на атомах. Жень, тебе нравится? Очень. Очень много было вопросов про Верон. С ним потихоньку, планомерно идет работа. Мы получили полную дилерскую диагностику. Сейчас заканчиваем получение сервисных маналов по этой машине. И про нее, надеюсь, нам подробно разрешат рассказать. Но пока мы ее просто изучаем. В слесарке у нас сегодня дорестайлинговые S-Coupé. Я очень люблю звук этих машин. Здесь старый, настоящий 5.5 M157 мотор. Он хоть и твинтурбо, но очень круто звучит. И рядом с ним, вот посмотрите, через подъемник. Я не знаю, к своему стыду, как правильно называется этот кузов. Но эта машина интересна тем, что она насажена на 113К платформы. Это SLK, по-моему, 55. Соответственно, там на 15 или 20 лет современнее вся архитектура, вся платформа. Компрессорный, мощный мотор. Более-менее современная коробка. И, ну, это реально игрушки. Просто вот смотришь на них и душа радуется. Хотя чаще всего работают с ними просто вот так вот. Что бы вы ни думали, что мы по полгода собираем каждую машину, и то, что постоянно одни и те же тачки стоят вокруг, нет. За время этого выпуска труба уже практически интегрировал сюда двигатель. И все собрал. Завтра буквально мы сделаем бронг. Зальем туда софтины с Black Sirius. И все. Все будет готово. Поэтому левел. Быстрые парни вообще-то тоже. И четкие. Четко и быстро. Вот это вот девиз. На стенде у нас Turbo S из предыдущей серии. Это дорестайловая гибридная панамера. Интеркулеры и downpipe уже на месте. Теперь настройка. 14 замеров. Третья версия. Мы равняем сейчас полку крутящего момента. Здесь отдельно остановлюсь. Это наша религия. И мы проповедуем это и будем рассказывать дальше. График у качественно настроенной машины должен быть похожим на сток, но быть линейно выше. Мы полку в крутящем моменте в 800 плюс до 950 единиц держим от 2 до 6000 оборотов. Это значит, что машина всегда будет послушно откликаться на газ. При этом при малом нажатии на газ на низких оборотах у нас прирост очень небольшой. Значит машина будет комфортной. С ростом оборотов мощность у нас поднимается, а в крутящий момент не падает. Значит машина линейно будет идти за газом. Больше давишь, больше получаешь. При этом вот здесь, когда ты анч-анч давишь газ в пол, площадь под графиком, то есть то, сколько крутящего момента ты получаешь в объеме, у нас больше почти в полтора раза. В общем, правильно настроенная тачка. Едет мягко внизу и метелит сверху. Любая другая история с пиковыми цифрами. Ну это по-русски... Ребят, это 765LT. Самый быстрый и дорогой из дорожных Макларенов. Есть у них более дорогие трековые или коллекционные версии, но из серийных эта машина самая крутая. У нее больше мощности, чем у 720-го. Очень сильно перенастроено шасси и все блоки управления. И в итоге это 2,7 секунды до 100. С завода она идет уже на боевых колесах. С 100-200 она едет там 5 с хвостиком секунд. Здесь классический для всех современных суперкаров компоновочный вариант это V8 Twin Turbo. Коробка с двумя сцеплениями, по факту там ПДК, ДСГ и так далее. Это плюс-минус не важно, потому что логика у них одна, хотя и конструкция разная. В общем, зачитывать вам какие-то характеристики из каталога вроде как неинтересно, но про машины регулярно спрашивайте. Так что накидайте с хэштегом 720S или 765S на выбор, чего хотите знать про такие машины, и мы его там со всех сторон подснимем, запилим. Мне, например, нравится, что тут очень крутые сидения, они плоские, там ультра-тонкие подушечки. Мне, например, там с моим ростом весом в них очень удобно. У машины куча голого силового карбона внутри, без каких-то вот этих красивых плетений, только разложенным по технологическому направлению волокном. И у нее, например, очень сложно в первый раз найти кнопку поднятия морды. Короче, она сложная и неудобная, но вот по 720-му знаю, что они очень круто едут. Михаил, Иван, мы, короче, видос забыли записать. Давайте снимайте, разбирайте. Да шутка. Как вам шутка? Залетели в слесарный цех у нас здесь. На мое даже удивление стоит кур, с которым не просто техническое обслуживание выполняется. На него ребята устанавливают другую выхлопную систему. Кляйновскую. Нифига себе. В принципе, процедура довольно-таки банальная. Уже оторвали выхлоп, за там три часа можно сделать все это на круг. Я, конечно, хотел бы сказать отдельно, отметить прямо, что штатный выхлоп у Кура, конечно, но это полная шляпа. Вот это вот ведро с трубами. Ну, не звучит от слова совсем. Поэтому можете обращаться в Level. Мы вам за даже уже сильно, не 150-200 тысяч рублей, а, конечно, ощутимее побольше, сделаем либо с кастом индивидуальную выхлопную систему из титана, из нержи, из чернухи только, наверное, не делали еще. Но не было еще энтузиастов. Также можно продать, вот как в данном случае, кляйновскую систему или любую другую. Но меняйте, пожалуйста, вот эти вот ведра, непонятно звучащие. И дайте своей машине побасить как следует. Есть такое понятие ретрофит, когда ты к одной машине прикручиваешь похожие штатные запчасти, но от другой версии. Вот у нас SLS, который владелец заботливо переобул в оригинальный Black Series обвес, имел вот такой вот воздуховод, потому что прорезь на бампере у него одна, и она похожа на прямоугольную. Если ты попытаешься притулить на Black Series бампер, этот воздуховод, ну, какое-то говно получается. Поэтому мы сделали сканирование. Из облака точек собрали полный вообще объем всех трехмерных компонентов, которые есть на тачке, и сделали вот такие вот воздуховоды. Задали им красивую фактуру. Идеально их по форме подогнали к бамперу. Это уже далеко не первая, и даже не десятая машина, кому мы делаем вот такие вот, я не побоюсь слова, шедевры. И вот смотрите, чпаньк, оно все встает прям как родное. Каждый болтик, каждая складочка, четыре таких воздуховода, соответственно, вход в радиатор и выход из них у нас сейчас Дима монтирует на тачку. И, ну, это разъеб, я считаю. А вот так он у нас смотрится на автомобиле. На четыре штатных болтика вместо вот такой вот картообразной штуки у нас крепится наш сложный воздуховод. Я очень люблю вещи, которые на тачку прикручиваются, как заводские. Это, по-моему, самый главный фетиш. Ну, который вообще может быть в любой доработке. Этот Rolls-Royce пил нам кровь три с лишним месяца и больше сорока тестовых выездов. И он продолжает пить кровь сейчас, потому что это десятый дубль нашего рассказа. В общем, он вибрировал на скорости 90 км в час. Вибрировал люто. После того, как на нем снимали мотор для ремонта проводки, которую погрызли мыши три года назад. И вот после этого он постоянно вибрировал. Машина несколько лет кочевала по сервисам. У дилера заплатили за новый кардан. Несколько раз меняли редукторы, ремонтировали или меняли коробку. А вибрация все не уходит. Нам сказали, лови ключи и трахайтесь, пока проблемы не найдете. В итоге, перебрав все, что только можно, мы выяснили, что кардан оказался либо бракованным, либо неисправным, либо поддельным. И мы сюда собрали новый кардан из бушных запчастей от F серии 7. А вот в какой-то из ремонтов заднего редуктора, явно при перестановке, выбросили демпферы колебаний, которые гасят вибрацию и не дают ей попадать в резонанс. Из-за этого машина даже со справным карданом чуть-чуть своими естественными фонами вибрировала. В общем, мы поменяли на бушную самодельную деталь то, что якобы было оплачено новому дилеру и вернули обратно детальки, которые выкинули при каком-то из ремонта. Так что задачи бывают нетривиальными, даже если жалоба на входе выглядит очень простой. Спасибо тебе, что ты починился. Этот автомобиль я в свое время очень долго за ним наблюдал, он мне очень нравился, я его очень хотел. Моя мечта сбылась. Тогда, в 2011 году, я его приобрел и на самом деле спустя 11 лет могу сказать, что он мой полностью по духу и я на сегодняшний день плюс-минус в одинаковой ценовой категории не вижу альтернативы, на что можно было бы его поменять. Поэтому я не хочу этого делать и продолжаю ухаживать за ним. Это Infiniti FX с 2011 года в кузове S51. 3.7 объем движка, 333 лошадиные силы. Ничего необычного технически ничем порадовать он не может. И этот автомобиль мой. И на примере своего автомобиля я хочу рассказать не техническую его сторону, потому что, еще раз повторюсь, ничего необычного в нем нет, это базовый автомобиль. Я расскажу про эстетику, я расскажу, как можно, какими средствами сохранить автомобиль за 11 лет практически в идеальном состоянии, насколько это возможно. За 136 тысяч пробега этот автомобиль полировался дважды. Первый раз это было два года назад, это была восстановительная полировка, и второй раз это было где-то полгода назад. Так, почистили, обновили керамику, но история в том, что керамика это не маркетинг, керамика это ваше вложение в автомобиль, то есть этот автомобиль весь свой срок службы находился под керамическими составами, поэтому до сих пор он выглядит максимально как новая, не выгоревшая краска, он блестит, он радует глаз. Основываясь на личном опыте, то, что я испытал, прочувствовал с внешним состоянием этого автомобиля, я могу дать однозначно свои рекомендации. Если есть возможность, пока автомобиль новый, его нужно защищать. Либо это керамика, либо это антигравийная пленка, неоднозначная история, но защита лобового стекла бронепленкой, диски в керамику, на стекла антидождь. И самое главное, что хочется рассказать, это про уход за салоном автомобиля. При пробеге в 136 тысяч километров здесь не было ни одной химчистки, здесь не было ни одной реставрации кожи, здесь нету никаких повреждений. Все потому, что, опять же, я педотично отношусь к своему автомобилю, и я либо сам за ним тщательно ухаживаю, либо я выбираю места, где это можно сделать качественно. Регулярная чистка кожи, обработка ее и пропитка защитными увлажняющими кремами, обработка пластиковых панелей, консервантами, это все продлевает срок службы интерьера и уберегает вас от того, чтобы тратить большие деньги на химчистку или же прибегать к реставрации кожи. Того, что изначально не было с завода в салоне этого автомобиля, это переделанный, перешитый анатомический руль в натуральную кожу. Вопрос вкуса, но мне лично нравится. Второй момент по эстетике в салоне, который я всегда хотел переделать с первых дней владения автомобилем, это декоративные вставки. Они в базе в автомобиле шли либо как у меня в пластик типа под дерево, либо черный рояльный лак. Сегодня я решил не похвастаться своим автомобилем, а кратко попробовать донести определенные рекомендации, дать советы по уходу за автомобилем. Если вам интересна тема дитейлинга, мы можем более подробно, более глобально рассказывать про отдельные элементы, напишите про это в комментариях. А вообще у меня идеология такая, лучше защитить сразу, чем устранять последствия того, что уже произошло. Редактор субтитров А.Семкин